Благотворительные саженцы из питомника распределили по всем районам курортного Сочи. Больше всего 1100 получил центральный район. Отдел по взаимодействию с советами ТОС администрации города организовал сегодня сочинцев со всех микрорайонов. Жители домов на улице Рос откликнулись охотно и даже пригласили ученых Института горного лесоводства и цветоводства, чтобы те помогли им правильно посадить розы. Настолько великое их желание вернуть улице былую красоту. Улица Рос вновь может стать розовой. Конечно, лучше сажать зимой или ранней весной, но специалисты говорят, саженцы приживутся и сейчас. Для этого корень обволакивают в глиняной болтушке, что не даст ему пересохнуть в сухое время. Сегодня погода выдалась не жаркая, воду приносили в ведрах, сразу поливали, но впереди несколько дождливых дней, что вполне благоприятно. За новыми газонами жители пообещали ухаживать, как когда-то их родители превратили улицу Приреченскую в цветущий сад. В середине 60-х даже переименовали ее и стала она называться улицей Рос. Росли кусты Рос, вот тут вот, понад дорогой и с этой стороны. И вот идешь маленькая, маму держишь и вдыхаешь этот воздух, этот аромат, просто, это было просто сказочно. Сказку создавали и сегодня. Тосовцам выдали 100 саженцев. Кстати, посадку парковых роз различных декоративных сортов приурочили к Международному дню соседей. Общественники и депутаты городского собрания Сочи, среди них и заместитель председателя Ольга Леот, считают, что настало время объединяться не просто знать, кто живет по соседству, а совместно участвовать в различных мероприятиях. Это весело и интересно. Жителей к этому призывает и депутат городского собрания Сочи Денис Котиков. Он принимал участие в озеленении уже микрорайона Гагаринский. Это, конечно же, наш призыв, наш призыв общественности, депутатов, жителям города Сочи, беречь красоту, которую создают вокруг них, беречь и помогать нам ее приумножать. Мы очень хотим, чтобы наш город становился с каждым днем все краше и краше. К сожалению, часть саженцев в Сочи выкапывают прямо с уличных газонов и уносят, когда те еще не успели прижиться. Там, где установлены видеокамеры, вот таких любителей пересадить розы на свой участок удается задержать. Сегодня, когда в городе было высажено 3000 роз, сочинцы пообещали установить возле клумб дежурство. Этот интересный почин. Будем дальше продолжать. И через вот это взаимодействие поднимать ответственность наших граждан к своему труду. Не секрет, что те посадки, которые мы делаем, и бюджетные посадки, и вот на этих субботниках. Ну, у нас есть еще, скажем так, нерадивые граждане, которые, пользуясь случаем, примитивно воруют или уничтожают эти кусты роз. Вот хотелось бы обратиться к жителям. Ну, не будьте сторонними наблюдателями. Вырастить и сохранить сочинские розари предстоит теперь всем вместе. Елена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.